В детстве мы все мечтали обладать суперспособностями. Кто-то хотел проходить сквозь стены, кто-то читать мысли других людей, а кто-то обладать рентгеновским зрением. Представьте, что одна из таких способностей досталась вам. И теперь вы способны видеть то, что недоступно другим. Вы начинаете видеть все, как есть. Ничто не способно скрыться от вашего взора. Привычные вещи становятся не такими уж привычными. Они пугают и отталкивают. Все, что раньше вас радовало и доставляло удовольствие, приобретает совсем другие цвета. Но больше всего вас пугает то, что раньше вы просто ничего не замечали. Ходили, дышали, ели, пили, общались и постоянно, ежесекундно подвергались бесконечному натиску непонятных веществ. Вы еще не до конца осознаете, что происходит, но ваша жизнь уже превращается в кошмар. Конечно, такими способностями никто не обладает. Но так ли безобидна окружающая нас среда? И с чем мы имеем дело? Токсические вещества. Токсические вещества – это химические вещества, которые способны угнетать функции органов и системы органов и приводить к различным последствиям вплоть до летального исхода. Как правило, у жителей мегаполиса снижены функциональные резервы, поэтому они часто болеют и простудными заболеваниями, аллергозами. Еще плюс, опять же, здесь у нас воздействие различных токсических веществ. Токсические вещества присутствуют практически во всем, что нас окружает. Но даже из этого огромного числа можно выделить шесть наиболее опасных. Хлор. Больше всего его в обычной водопроводной воде. Хлор препятствует усвоению кислорода клеткой. Наступает кислородное голодание, гипоксия. Нарушается работа клетки в целом. Более того, хлор способен нарушить структуру ДНК, что приводит к различным мутациям. В результате – внезапные аллергии. Выхлопные газы. Многочасовое стояние в пробках не обходится нам даром. Полициклические ароматические углеводороды вызывают повреждения ДНК клетки. Угарный газ СОО активно связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к гипоксии гемического типа. Также угарный газ включается в окислительные реакции, нарушая биохимическое равновесие в клетках. В итоге таких частых контактов с выхлопными газами наш иммунитет ослабевает настолько, что любая простуда может оказаться для нас очень серьезным заболеванием. Городской смог. Говоря о городском воздухе чистый, нужно понимать, что такого не может быть. Свинец и другие тяжелые металлы, которые содержатся в городском смоге, попадая в клетки человека, вступают во взаимодействие с белками-ферментами и вытесняют из их активных центров другие металлы – цинк, медь, железо. В результате фермент теряет свою активность и перестает работать. Нарушаются процессы синтеза и обмена веществ, изменяется структура клеток, развиваются дистрофические изменения. Как результат – преждевременное старение и гибель клеток, особенно нейронов. Итог – снижение эффективности работы нервной системы, нарушение сна, снижение памяти и концентрации внимания. Плохие жиры. Мы есть то, что мы едим. В современном мире это выражение особенно актуально. Так называемые плохие жиры содержатся в продуктах животного происхождения и почти во всех продуктах, прошедших термическую обработку. Нарушают строение и функции мембраны клеток, блокируют ферменты. Прекращается процесс переноса питательных веществ в клетку, возникает энергодефицит, в результате чего снижается эффективность ее работы. Больше всего от плохих жиров страдают клетки сердца, сосудов и наша кожа. И как результат, биологический возраст превышает паспортный. Раньше времени развивается ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Тем более, что непосредственными причинами смерти россиян в 56% случаев являются болезни систем кровообращения. Фталаты. Пластик в нашей жизни играет огромную роль. Он удобен, практичен, но также опасен. Фталаты – вещества, которые выделяются из пластиковых вещей. Они усиливают каскад свободно-радикальных реакций в клетках человека. Появляется большое количество свободных радикалов. Антиоксидантная система перестает справляться. Основной вред наносится мембранам и ДНК клеток. В результате ускоряется старение клетки, нарушаются ее функции, что приводит к ее гибели или перерождению. Для человека это значит повышенный риск онкологических заболеваний. ПАВ и фосфаты. Не секрет, что основные действующие компоненты стиральных порошков – поверхностно-активные вещества – ПАВ. Эти активные химические соединения, попадая в организм, разрушают живые клетки, нарушая важнейшие биохимические процессы. Особенно агрессивны анионные ПАВ. Они способны вызвать грубые нарушения иммунитета и развитие аллергии. А наличие фосфатных добавок в порошках приводит к значительному усилению ядовитых свойств АПАВ. Все это ведет к аутоинтоксикации и старению организма. За год городской житель вдыхает, съедает и выпивает до трех килограммов токсичных веществ. Помимо этого, токсические вещества вырабатываются и в самом организме человека. И если задуматься, то становится ясно, что уже давно не токсические вещества присутствуют в нашей жизни. А мы пытаемся выжить в мире токсических веществ. Как же нам это удается? Печень – это главный барьер организма, который стоит на страже очищения нашей внутренней среды. Ферменты, вырабатываемые в печени, обезвреживают токсические вещества, связывая их с атомами кислорода и присоединяя к веществам детоксикаторам. Получившиеся молекулы легко растворяются в воде и выводятся из организма естественным путем. Так происходит до тех пор, пока в организм не начинает поступать избыточное количество токсических веществ. На сегодняшний день не только увеличился поток токсических веществ, которые попадают в наш организм извне, через кожу, через слизистые, через дыхательные пути, но и появилось принципиально много новых токсинов, которыми организм наш никогда не сталкивался, и он не имеет механизмов их обезвреживания, механизмов инактивации. Как же повысить эффективность работы печени и спасти от разрушения? Индол – это то вещество, которое стимулирует дексикационную функцию печени. И он содержится в брокколи, но в обычной брокколи он содержится в очень небольших количествах. То есть для того, чтобы получить выраженный клинический эффект, действительно помочь организму справиться с токсинами, необходимо съедать несколько килограмм брокколи в день, на что не каждый способен. Разумеется, ученые уже давно научились выделять необходимые полезные вещества в чистом виде, но они не решили проблему до конца. Выделенные в чистом виде полезные компоненты брокколи обладают крайне неустойчивой химической формулой и быстро теряют свою активность. Кроме того, чистый индол практически не влияет на вторую фазу детоксикации в печени. Для ее усиления необходимы и другие компоненты, такие, к примеру, как сульфарафан, содержащийся в основном в проростках брокколи. В результате большинство индол-содержащих фитопрепаратов обладают относительно низким оздоровительным эффектом при весьма высокой стоимости и требуют регулярного приема в больших дозах. Это заставило ученых продолжить исследование. И они были вознаграждены. Это было контролируемое исследование, сравнительное. То есть у нас была группа сравнений, которая не получала данный комплекс. Нас приятно удивило то, что действительно комплекс ДИМ увеличивал в три раза функцию печени. Исходно у пациентов она была снижена, то есть от нормы примерно 25-30 процентов. После курса, двухмесячного курса этого комплекса доходило до нормы. Мы увидели, что в данной группе пациентов было 25 процентов всего, у кого имелись нормальные адаптивные возможности организма. Стало 50 процентов с достаточно высоким уровнем адаптации. Нормализовалась вегетативная регуляция, что свидетельствует об улучшении состояния нервной системы. Выраженный актопротекторный эффект наблюдался в виде повышения работоспособности, улучшения самочувствия, что нашло отражение как в шкалах качества жизни, так и в клинической симптоматике и в объективных данных. Количество активных веществ, содержащихся в одной капсуле Формула ДИМ, эквивалентно 20 килограммам брокколи. Такого еще не было. Формула ДИМ – это инновационный продукт, который был разработан совместно российско-американскими учеными, сотрудниками нашего научного отдела холдинга «Глориум» и сотрудниками CSB Nutrition Group, концерна, который занимается инновационными методиками клинической нутрициологии и в сфере здорового питания. Формула ДИМ содержит в себе 4 формы эндола, которые дают вот такое мощное действие на организм. Кроме того, в этот комплекс суперэндола входит и новая формула ДИМ-ДОМЕТАН. Это инновационный компонент, который обладает пролонгированным действием и длительным сроком хранения. Помимо этого, продукт содержит вот эту суммарную дозу эндолов, достаточно высокую, это 100 миллиграммов, которая является рекомендованной дозой Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы предупреждать развитие онкологических заболеваний, для того, чтобы проводить очищение в полном объеме. Но и на этом ученые не остановились. Чтобы повысить эффективность комплекса суперэндол, они ввели в состав препарата формула ДИМ еще два комплекса полезных веществ. Супердетокс усиливает заложенной природой второй этап детоксикации за счет натуральных компонентов и компонентов, идентичных тем, которые вырабатываются нашей печенью. Метионин, глютатион, липоевая, гиалуроновая и глюкороновая кислоты. И ЭКОЛАК – комплекс, усиливающий иммунные механизмы очищения организма. Формула ДИМ обеспечивает мощное, всестороннее, многоэтапное, комфортное очищение организма. Помогает переработать и вывести вредные вещества, поступающие извне, и те, что наш организм производит самостоятельно. Я считаю, что, несомненно, это продукт, необходимый каждому человеку для того, чтобы в изменившихся условиях окружающей среды жить полноценной жизнью и быть здоровым. У всех супергероев обычно есть не только суперспособности, но и суперсила. Маленькая капсула формулы ДИМ – ваша персональная суперсила в борьбе за здоровье. Полноценная очистка организма, снижение риска аллергических и опухолевых заболеваний. Все для того, чтобы ваш следующий день был лучше предыдущего. Не думайте о прошлом. Позаботьтесь о вашем будущем. Глориан. В твоих интересах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok